«Вавилон» – так назвал новый проект аргандинский художник Даулет Абдрахманов. В Доме Союзов прошла презентация его необычной работы, в которой приняли участие 12 фотомоделей. На выставке побывала и наша съемочная группа. Художники, фотографы, кузнецы и фотомодели в течение двух месяцев готовились к презентации проекта «Вавилон». Это не первая выставка режиссера и продюсера Даулета Абдрахманова. В новой инсталляции он показал 12 фотографий, которые были определенной тематической направленностью. И, по мнению автора, раскрыли человеческие качества. Это нужно нашим молодым людям больше показывать, нашей молодежи, чтобы они могли проводить параллели, где хорошо, где плохо. А искусство, оно всегда было в рангах просвещения. Для фотографа Павла Рыжевича это первая работа в таком неординарном проекте. По его словам, девушкам приходилось опускаться в глубокие ямы и подниматься в горы, позировать на железной дороге. Кроме того, съемки проходили в холодные времена года. Получилось так, что под каждой фотографией есть подтекст определенный. Естественно, мне как фотографу надо было обыграть, чтобы он соответствовал, именно человек соответствовал этому подтексту. Нес ту смысловую нагрузку, которая была изначально задумана. Ну, что еще хочу сказать, что девочки молодые, конечно, но очень старались, очень как-то шли навстречу. Трудности не испугалась и Полина Астафьева. На съемочной площадке она находилась с утра и до позднего вечера. В модельном агентстве занимается всего два месяца, и для нее это дебютная фотовыставка. Как признается Полина, в образе девушки с серпом и молотом она изображала символ единства народов. Люди шли к этому всему, и то, что все мешало, вот это сталинские репрессии, революции, смена власти, и это не давало вот этого прохода всему. Погибло очень много интеллигенции, и люди шли к этому, и этого никак не происходило. И слоган «Мы ждали перемен». Я в образе своем смотрю небо, то, что с надеждой, то, что я жду, что перемены будут происходить в мире к лучшему, и также в моей судьбе.